привет зритель сейчас будет обзор заказа сазон я последнее время что-то там заказывал в основном там частично было в подарок частично какая-то такая совсем уж мелочевка которую обозревать то лень но тут что-то решила обозреть в принципе я изначально хотела обозреть и даже все в плане поставила что это надо не только забрать но и обозреть пакетика мне никакого не дали хотя там висели новые пакетики перед новым годом помню забирала там еще на базе так выдали этот типа того что вот пакетиков больше не предвидится носите свои хотя пакетики были но как бы не принципиально я взяла свой от меня не убудет хотя вот друзья у меня были на моем варенье на следующий день они как бы вот это немножко негодовали на эту тему что покупатель смысле забирать клиент должен сам просить пакетик как бы коробочка не влезла бы мой пакетик но тот который там висел вполне бы подошел под коробочку но думаю хрен с вами я перевожу из коробочки в пакетичек я заказывала давно хотела как бы оба масла тут тут масла пищевые оба масла рафинированное у меня когда-то давно еще до ютубного канала в смысле в аккаунт на ютубе у меня был но как бы я вела блог печатный жиже в основном смысле в тифоретнике жиже вот как-то так и я покупала себе виноградное нерафинированное масло что-то оно мне как-то оно специфическое было я его нифига не помню по вкусу я помню что ела его только я в какие-нибудь салатики и еще я уже покупала но мне немножко еще стоит тоже такой же размер как то виноградное но 250 миллилитров стакан короче тут стакан там арахисовое масло вот оно мне есть как я сначала думала купить пол литра арахисового масла но так как я сейчас пока вот не делаю никаких ни арахисовых паз ни какой-нибудь там сладости типа халвы и поэтому у меня там совсем чуть-чуть стоит ну вот может так когда-нибудь или салат заправить на пару раз или наоборот там добавить какую-нибудь арахисовую пасту я решила что хочу попробовать уже рафинированное масло а так как арахисовое масло у нас в ашане не продают я так понимаю вообще не продают в угличе ни в каком виде ни рафинированное нерафинированное а вот виноградное у нас есть и то по-моему и другое ну рафинированное только видела нерафинированное эту фирму по-моему там что-то другое было которую я тогда брала и как бы оно слегка дороже даже с учетом что я бы на маршрутке доехала туда и обратно до базы озон тут у меня еще случились бонусы 500 рублей на день рождения ну 500 бонусов правда сильно рублей вот на 2000 заказ сделаете 500 бонусов оплачиваете хотя что-то бонусы спасибо у меня в этот раз не списались как-то автоматом вообще я думала их заодно списать ну в принципе у меня там бонусов спасибо тебе чуть побольше и я заказала себе гирьку которая придет следующем заказе вот она вроде как отправилась но еще не дошла и вот масила еще сою давно на нее смотрю у меня соевая мука была ей уже два года она по-моему уже как бы по идее она должна быть просроченная но по виду она еще ничего мне кажется что на некоторых продуктах вот разных фирм разные сроки годности ставятся вот чисто чтобы этот продукт у них почаще покупали если я думаю как то неправильно дайте знать камень короче макла вот так вот запакованы они в пластике я что-то думала в стекле будут я конечно не взяла чем бы это от собачьи надо было взять какой-нибудь ножичек но я думаю тут наверное уже это можно порвать просто пакетик хотя моя ближняя родственница сомневается что у нас идет переработка мусора который собирают как бы этот на переработку я тоже как бы немножко удивляюсь потому что там бумага можно сразу металл закинуть стекло и пластик и как бы это же распределяться еще должно не знаю как они действительно перерабатывают или нет но увидела что забирали как-то они нас видела что забирали в отдельном действительно в отдельную машинку это все скидывали у нас луглиоли хрен знает может там по-русски где-то написано в общем тут у нас литр арахисовое масло так масло арахисовое рафинированное масло арахисовое рафинированное по-русски нету нету русской русской транскрипции этого лугвио лигвио лагвио хрен знает что это такое в общем как его срок годности дату производства и розы посмотреть на упаковке сейчас поищем тут у нас наклейка озоновская надеюсь оклейка озоновская не заклеена и лату что а вот оно на крышечке в общем сделано у нас совсем недавно на мое счастье то я как бы как-то купила кокосовое масло но как бы двое суток фу-два пардон года может жить нерафинированное косметическое и оно как бы ну косметическое для еды для косметики парашют хорошее кстати масло у меня совсем чуть-чуть еще осталось а хоть у него уже срок прошел но чисто пятки мазать просто как-то осталось я про него забыла бутылочку маленькой отливала специально в деревню короче ну было допустим я в начале года его купила в феврале допустим да и оно было до октября и там уже оно как бы было уже год с лишним стояло у них в этом озоне а тут 16 октября сделано прошлого года это 15 октября 21 года в общем в принципе оно полтора с лишним года еще может жить вполне себе нормально вот такое вот масло 24 месяца производства 828 калорий жирных кислот полиненасыщенных 29 грамм мононенасыщенных жирных кислот 45 короче в общем тут очень мелко написано если вам интересно гляньте на озон но оно стоило 375 рублей за литр я считаю что это очень даже недорого в общем вот такое вот масло я с удовольствием буду пользоваться посмотрю как оно в салатах как на нем ну читала комменты что на нем жарить в общем как бы я делаю в основном зажарку только в суп суп это я ничего не жарю ну или яичницу еще макалку и что оно очень экономичное так же как кокосовое в общем посмотрю как оно себя будет вести ну и как оно по вкусу и соответственно может быть сделаю какую-нибудь арахисовую пасту именно с ним и вот тут у нас виноградная тоже кстати этой же фирмы что-то тоже в пределах трехсот рублей я не помню если честно но у меня все оно вместе вышло на две с хвостиком с какими-то копейками совершенно по-моему вот две тысячи один рубль в общем заплатила я полторы тысячи один рубль тысячи пятьсот один рубль я заплатила за это все вместе с дирькой которая где-то косарь стоила и в общем вот тут у нас виноградное масло такой темненький виноградик честно не помню из каких виноградовых косточек было тоже не рафинированное масло а тут тут рафинированное масло из виноградных косточек где тут у нас вообще дата жизни тоже на колпачке сделано оно у нас чуть пораньше можно сказать чуть попозже ну в том плане что вот это вот в октябре это одиннадцатого ноября две тысячи девятнадцатого года и до десятого ноября двадцать первого года короче вот так вот у меня теперь растительных масел хоть объешься просто у меня единственное растительное рафинированное масло было это вот кокосовое и он ну не всегда удобно иногда надо вот именно чтобы жидкое было и чтобы не разогревать его и не растапливать хотя я вот его растапливаю чтобы в тесто допустим добавить печенки тут делала на готовой смеси больше не буду такие готовые смеси покупать там явно рецепт от балды в плане соотношения сухого продукта в коробке в пакетике в коробочке и того что у вас там есть в наличии ну в смысле масла короче вот тут две такие гирьки блин в смысле две бутылочки очень удобно кстати держать вот тут выемки такие с удовольствием буду его хавать хотя вот что то тут как то вроде они одинаковые а вот здесь под горлышко а тут не до конца может она чуть побольше в чем прикол что у нее тут не до конца ну я вообще думала что она правда стеклянная а тут пластик ну пластик да пластик и соя я что то так давно хотела этой сои чтоб сварить соевое молоко я помню муку сою покупала чтоб соевое молоко сварить но она была несколько другой обработки из нее оказывается соевое молоко нельзя было сделать только вот добавлять как улучшитель в тесто в различную муку ну или на обсыпку а когда печенье какое-нибудь овсяное в нем самопальное вот ну по рецептам там каким-нибудь пачек этих мук обкатывала то обваливала но такое бархатное у меня становилось какое-то мягонькое шелковое прям и мы как то давно-давно с подругой тогдашней она у меня она раз младше была в общем ну может мне лет восемнадцать и семнадцать или может мне девятнадцать и восемнадцать было как то так мы с ней с ее пинка покупали соевое мясо этот самый гуляш мы что то с ней тогда офигевали ну типа вот как бы что если вот это много есть то наоборот потолстеешь а не похудеешь и короче мы с ней это соевое мясо гуляш сваяли и буквально там минут через пятнадцать как поели там еще много оставалось очень сильно захотели есть и скомячили это все вместе и поняли что это очень калорийно на самом деле наверное ну я не знаю как насчет по калориям но тогда у нас такой у меня не было а потом что то я вот увидела внезапно на озоне сою в этих бобов и там в каментах даже почитала что люди делали тофу и молоко соевое еще вот эти шкурки там оставались которые можно пускать на фарш которые будут имитировать мясо и я купила пару пакетиков сои там как бы два представителя по большей части этой сои причем одна фирма от разных продавцов и разница там буквально в цене ну рублей в тридцать думаю в чем смысл за семьдесят четыре допустим купить или за сто девять короче пакетики по триста пятьдесят грамм и как я поняла вот на том пакетике который от двух разных продавцов там вроде как есть типа рецепты как много чего можно и стоит и готовить я решила что надо взять именно этот пакетик не знаю как правда или нет в общем вот у меня стоит отдельно это перебинтовано скотчем этим озоновским заклеено а тут я пакетик решила вскрыть нормальным путем я забыла совсем что хоть у меня и нету тут коробочки которую надо вскрывать но у меня тут есть пакетики которые не помешало бы тоже скрывать и вот он у меня теперь есть большой покрытий большой покрытий и можно пошуршать я когда нибудь заваяю я думала что заваяю эти цветочки бумажные они у меня уже увлены конечно в шкафы на мое день варенья их уже как бы не стояло над душой но они все еще живы короче вот тут у нас соя живица здоровья эко контроль повышенное содержание клетчатки бобы соя 350 грамм вкусно готовить использовать проращивать но я как бы не загоняюсь сейчас насчет проращивания там что-то как-то долго все равно это мусорно геморно я когда-нибудь эти огурцы еще должна посолить что тут у нас а кстати да здесь реально тут соевое молоко как приготовить потом сыр тофу как можно приготовить соевые котлеты соевый паштет сто процентов эко рецепты но соевые бобы замачивать на 12 часов бла 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 и соя бобы соя один из богатейших белков растительных богатейших белков растительных продуктов короче вот тут у нас действительно есть рецепты благо наклейку свою озон наклеил не на рецепты как он бывает иногда на нужную информацию клеить свою наклейку спасибо тебе за это озон что двадцать раз приклеил куда надо она у нас этого года собрана своя она запечатана 13 января этого года и до 13 января следующего года я думаю она у меня закончится раньше я честно на пробу сначала хотела один пакетик купить потом подумала три пакетика купить потом увидела еще одного производителя и решила две разных пакетика купить честно на пробу посмотреть что как и если мне оно зайдет то я потом еще закажу уже побольше состав отборное зерно сои не содержит гомоокопродукт выращено в России 350 грамм 369 калорий в общем вот впервые в руках держу пакетик сои люди которые веганы вы не думаете я в веганство не перехожу у меня даже в инсте это написано я мясоедец страдающий веганством но как бы все равно мне какие-то мясные продукты физически необходимы иногда есть иначе я классы сливаю может когда-нибудь я перестану хотеть есть мясные продукты тут вон еще соя тут даже одна семечка попалась подсолнечного растения так вот у нас тут здоровка соевые бобы вес некто 350 грамм вегетарианский продукт сто процентов так что если что вот такой продукт точно вегетарианский а вот вот этот видимо нет раз на нем такого я не нашла так изготовитель здоровка кстати питер внезапно одиннадцатого ноября прошлого года оно рождено как-то не очень рада потому что оно живет написано 9 месяцев двенадцатая январь февраль то бишь уже три месяца оно пролежало и вот мне осталось ему только полгода придется эти бобы раньше уделывать наверное ну я вообще хочу сначала те бобы уделать и постараюсь как-то эти соевые бобы в общем небольшую когда буду писать отзывы то на одну звездочку если не забуду поставлю меньше потому что как бы ну оно три месяца уже лежало ну они бы еще послали то у которого осталось срока три месяца а не полгода так рекомендации по употреблению соевой бобы можно использовать в качестве гарнира добавлять супы проращивать пророщенные зерна добавлять салаты использовать для приготовления соевого молока тут 381 калория а тут кстати сколько видимо они бывают разные хотя вот так смотрю практически одинаково вот это только может сколько темнее мне еще одна семечка есть ну ладно там на производстве видимо еще и семечки используют не будем так придираться в общем вот у меня тут две сои а еще там была кстати соевая округа но я так поняла что это ну как бы измельченная соя или высушенная соя вот как эти остатки после молока соевого или еще чего-то там будут то есть что кослеты делают я решила пока не покупать эту соевую округу посмотреть если у меня получится допустим вот в исходнике какая-нибудь там после того же молока соевого или еще какой-нибудь соевой штуки соевая округа то не буду покупать а если не будет то куплю как-нибудь чисто посмотреть что это и вообще изначально я хотела сварить соевое молоко чтобы сняли пенки у меня было соевая спаржа в общем а тут у нас как бы да нет там было соевые хлопки вот это соевая крупа короче вот про то что я говорил там соевые хлопья были но они выглядели как вот ну такая вот как крупка а соевая крупка я потом почитала это видимо ну что-то по типу муки только может ну не настолько мелкого помола а тут у нас текстурированная крупка соевая я еще потом почитала что текстурированное, это значит практически совсем мелкое. Используется как основа для совых котлет, дряников, соусов, блинчиков, оладьи, паштетов. 300 грамм. Срок годности 9 месяцев. Вот это свеженькое, в отличие от того. То есть тоже срок годности 9 месяцев. Вот, кстати, как я перед этим говорила, что разные сроки годности у разных фирм на одно и то же. Вот почему-то там год оно хранится, а у другого 9 месяцев. Посмотрю, если я про него забуду и пройдёт уже эти 9 месяцев, как оно будет sichувствовать. А тут тоже срок 9 месяцев. И тоже это здоровка. Короче, здоровка у нас втирает, что соя хранится только 9 месяцев. Родить сможете кого-нибудь. А другая фирма втирает, что можно целый год хранить. В общем, что у нас? 28 января оно создано. Без ГМО постный продукт. Вегетарианский продукт. Хранить от плюс 5 до плюс 20. Влажность и более 75%. Ну и наклейка озона, она у нас сзади вот такая вот. Что-то вот так, по-моему, 90 рублей стоит. Вот помню, вообще без скидки она была там какая-то. Ну, в смысле, просто цена. Потому что на какой-то из них была скидка, какой-то была так, по своей цене. Какой-то она от аналогичного продавца была чуть дороже. В общем, вот тут у меня первая часть заказа. Изначально я это и хотела заказать. Ну так, ещё думала, может, рисовое масло всё хочу. Но я как бы его не пробовала, по крайней мере, осознанно. И не знаю, надо или нет, но у меня пока тут целых 2 литра жидкого растительного масла. Рафинированного есть ещё, потому что не рафинированного у меня там. И кунжутное, и льняное, и подсолнечное внезапно есть. Как бы дофига масел, хоть замаслися. В общем, если бы мне в рукописном формате не написали, что вот у меня есть гиря, и тебе надо, я бы не заказала гирю. Я бы так и думала. Ну, в смысле, как бы, был бы только заказ, чисто вот этой дребеде несъедобной. Всем спасибо за просмотр. Всем пока!